МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Человек и судьба». Мы расскажем вам историю о крутых жизненных поворотах, о людях, чьи поступки вдохновляют и дают силу другим. Легка дорожка, если есть гармошка. Для нашего героя Владимира Трошева гармонь не просто инструмент. Однажды она помогла ему поставить тяжело больную мать на ноги, а потом подарила славу и успех. Теперь Владимир с гармонью по жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречайте! Владимир Трошев! И погуляночка! И пой, пой, моя гармонь, Да песни пролети на выседой рекой! Три месяца мы с видеокамерой гонялись за Владимиром Трошевым, чтобы снять этот сюжет. Самый известный в республике комик-гармонист гастролирует с сумасшедшей скоростью, перемещаясь из тундры в ближнее зарубежье, оттуда в столицу нашей Родины, а дальше соглашается на новое предложение. Три концерта в день для Владимира нормальный режим работы. Даже самые крошечные фестивали и праздники для него повод выйти на сцену. Вот и в этот раз импровизированная сцена в сельском поселении Часово. Я сама люблю гармошку и гитару люблю. Долго-долго такое настроение будет сохраняться, конечно. Это прилив самосил, прилив самосчастья. И что люди собрались, и что сами вселятся, и все хорошо. А хорошо было не всегда. Владимир Трошев – дитя любящей матери и больших жизненных трудностей. Гармонист родом отсюда, из села Пезмок. А родился еще дальше на севере, в Ударском районе, в очень музыкальной семье. Мама – работник культуры, пела народные песни и играла на баяне. Папа – обладатель абсолютного слуха, при жизни играл в кавер-группе, владел несколькими музыкальными инструментами, но больше всего любил барабаны. Вскоре после рождения Володи мама Ольга переехала поближе к Сыктывкару. Здесь будущий гармонист сам во втором классе решил поступить в музыкальную школу. И сам поступил. А потом сам ездил в соседнее село на занятия. Учился на аккордеониста. Но этот инструмент за пять лет обучения так и не затронул сердце Володи. К тому же академическое образование и игра по нотам ребенку сразу не понравились. Ему хотелось чувствовать музыку. Немецкий инструмент аккордеон – слишком большой розлив, под него тяжело петь, и он к нам не близок по нутру своему. А гармошка, она по нутру ближе и по звучанию. Преподаватель еще попался классный. Он учил играть, как раньше в деревне играли. Не по нотам, чтобы в голове ты слышал музыку, а не видел строчку, записанную в нотах, как мы учим в школе, например. А если ты слушаешь музыку и воспринимаешь ее не как в нотном языке, а как именно аудиально, то достаточно первые две ноты услышать, и ты вспомнишь ее окончательно полностью. Безмятежное детство будущего музыканта закончилось рано. Володя остался без отца, а потом слегла мама Ольга. Суровый северный климат, пять лошадей и коровы в хозяйстве привели к появлению опухолей на позвоночнике матери. Ольга надолго оказалась прикованной к постели. Заболел позвоночник и стала лежачая. Очень полгода пошли, не вставала. А он все потом мне помогал, все делал. И трава, и воду, и посуду мыл, и варил. Когда я не могла ничего делать. Я сама мечтала всегда быть на сцене. Из детства тоже не получилось у меня. Я потом все данные дала ему. Сказала, что я тоже хочу ее увидеть на сцене. Владимир справлялся с домом и хозяйством, но не знал, как вернуть маме волю к жизни. Интуиция и музыкальная мечта мамы натолкнули на идею. А что, если напевать у постели больной народные песни? Он пел маме, как она ему когда-то колыбельной в детстве. Ольга поняла, сына нужно поддержать и нашла в себе силы на две операции на позвоночнике. А потом и вовсе начала подниматься на ноги ради того, чтобы сын вышел на сцену. И в 14 лет Володя уехал в город и поступил в гимназию искусств. Впрочем, проучился недолго. Хотелось помочь маме, что у нее очень тяжелое положение. И я в 10 классе в середине года забросил учебу, вернулся домой, пошел в совхоз. В какой-то момент я там поработал, в телятнике. Коров там доил, приучал их к аппарату доения. И я работал и в совхозе, и в пекарне. Полторы тысячи буханок вдвоем делали за ночь. Мне хоть и 23, но чувствую себя постарше. Постепенно жизнь наладилась. Но музыка не отпускала. Володя вернулся в город и поступил в колледж культуры. На народное отделение. Потому что я все время ходил и напевал какие-то песни, что-то еще. И я решил, что поступлю именно в музыкальное. Хотелось, наверное, учиться петь правильно. Мой преподаватель играл на гармошке. Я думаю, такой инструмент классный. Во-первых, простой. Инструмент на меня был похож. Он должен быть похож на тебя, как твой брат или как твои родственники. И сейчас в деревенском доме Трошевых все время звучит музыка. На фортепиано учится играть младшая сестренка Соня. Ей 8 лет. Студент понял, что нашел свое призвание. Гармошка быстро подчинилась нашему герою. И за два месяца он освоил ее настолько, чтобы можно было даже выступать с концертами. Ну, военный щелан, коми щеланк, давайте сейчас поем все вместе песню. Сцена. С ней точно не было проблем. Судьба и тут постаралась. Володя работал на сцене с детского сада. Именно работал по-настоящему. Мама организовывала и вела концерты в сельском клубе. А сын помогал. Пел песни и читал стихи. С того времени и началась дорога к мечте. Фартисту уже хотелось попробовать все и везде. Особенно в деревне, где люди не просто ждали развлечений, но и давали обратную связь. Как вести себя на сцене? Как их понимать? Чего они ждут? Какие песни кажутся им искренними и по-настоящему душевными? Спасибо! Потому что инструмент лежит, может быть, в нашей идентичности, в памяти нашей. Как инструмент олицетворения такого русского народа. Как и молитва, может быть, сопровождала человека по его жизни. Так и гармошка на всех стезях и этапах жизни тоже сопровождала его. А выходить на деревенскую сцену с гармошкой в руках Владимир Трошев захотел больше всего на свете. Он собрал команду и поехал в свое первое турне по территории Коми. Так началась история ансембля с задорным и игривым названием «Гуляночка». Мы вообще познакомились с Вовой у моей тети на юбилея. Его пригласили как гармониста. А нас с моим супругом, с Климентом, который тоже в нашем ансамбле, пригласили как гостей. Мы там познакомились с ним, стали общаться и создали коллектив «Гуляночка». На сегодня музыкант объездил 80% родной республики и к 23 годам стал не только успешным музыкантом и продюсером. Еще в начале своей творческой карьеры харизматичный, амбициозный юный красавец соревновался в одном из конкурсов любителей поэзии. И вот на сцену вышла она. Прочла свое стихотворение и стало ясно, что она та самая. Володе Трошеву, как обычно, в этот момент ничего не могло остановить. Диалог с судьбой принял новый оборот. В нем появилась еще одна тема – про любовь. Это свадьба. А где баба Галя наша? Баба Галя, где наша? Владимиру и Кристине было по 18, и они еще не знали, что он станет звездным гармонистом с бесконечными репетициями и гастролями. А она будет учиться ждать, доверять и набираться мудрости. Молодые родители даже дочь назвали как премудрую из сказки – Василиса. И сразу купили ей первую гармошку. Когда, например, без связи он, вот сейчас он в тундру уезжал, было тяжело. Я и как-то прям вспомнила, что вот к человеку совсем привязана прям и поплакать могла вечерком. Хочется большой дом, где бегают трое-четверо детей, где папа сидит за столом, играет на гармошке, сын пляшет, дочка поет. То есть хочется такую творческую семью. Кристина – техник по образованию, но всегда была творческой. Во время обучения вела праздники и концерты, пела со сцены, читала стихи и даже хотела профессионально учиться народному вокалу. Но жизнь сложилась еще интереснее. Трошевы не только любят друг друга, но и являются бизнес-партнерами. Кристина управляет музыкальной студией мужа, в которой проводятся занятия по обучению игре на гармошке. Да, современные дети и деревенская гармошка прекрасно сочетаются. Марк Бирюков Учится в пятом классе. Год назад он выбрал занятия на гармоне совершенно добровольно, ведь такой необычный в наше время инструмент делает человека немного исключительным. А что еще нужно подростку? Результат. Начинающий гармонист уже играет на концертах вместе со своим педагогом и всерьез выходит на сцену. Сначала я попробовала баян, и мне баян показался слишком сложным, и я решил попробовать на гармошке. Гармошка у меня стала легче, поэтому я осталась. На фортепиано я тоже играл чуть-чуть. На гитаре моя сестра играет, а на гармошке я еще никто не видел, и то, что из моих знакомых кто-то играет в ней. В этой деревне гнине подожены, ты мне, достойный пророк. Тем временем у Владимира Трошева страсть к гармонии переросла в настоящую жизненную задачу – возродить с помощью этого инструмента интерес к деревне. Если гармошку возродим, а может быть какой-то на село поедет парень с этой же гармошкой, возьмет трактор, спашет поле. Это же все взаимосвязано. И мы сначала начинаем со своей точки зрения поднимать село, с точки зрения игры на гармонии. А они дальше будут развивать и сельское хозяйство, и все. И думаю, что деревня будет жить. Вопреки всем обстоятельствам, сегодня гармошка Владимира Трошева поет не только о том, что в деревне огни не погашены, но и напоминает о том, что деревня – место, где родятся таланты, которым точно хватит силы жизненного опыта, чтобы громко заявить о себе. А судьба им поможет. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это знаменитая фраза из романа советского писателя Николая Островского «Как закалялась сталь». Роман стал самым издаваемым в Советском Союзе произведением художественной литературы. Он неоднократно экранизировался, переведен более чем на 100 языков мира. Биография Николая Островского удивительна. Он очень рано начал трудовой путь, помогал отцу, работал кубовщиком, помощником кочегара и электромонтера. В неполные 15 лет добровольцем отправился на фронт. Шла гражданская война. Спустя год, в 1920-м, Островский получил тяжелое ранение в голову. Осколком разбило череп над правой бровью и повредило глаз. Его демобилизовали. Во время работы на строительстве железной дороги под Киевом перенес брюшной ТИФ. Потом тяжелые простуды, которые сильно подорвали его здоровье. В 1922 году его, как комсомольца, мобилизовали спасать от ледохода лесосплав на Днепре. Островский вновь сильно простудился и получил осложнение на суставы. Ему дали инвалидность, болезнь Бехтерева. Его ждет трагедия неподвижности. Но это еще не все. Его ждет слепота. Полная слепота. И здесь мы тоже бессильны. Но он продолжал работать помощником электромонтера. Одновременно был секретарем комсомольской организации. Вступил в коммунистическую партию. Островский работал, превозмогая боль. Болезнь прогрессировала. Лечение и операции приносили лишь временные результаты. Ходить уже было тяжело. И передвигался 20-летний комсомольский лидер с помощью костылей. Но в личной жизни наступает счастливое время. Он знакомится с Раисой Мацук, ставшей его спутницей и помощницей на всю жизнь. И даже когда болезнь приковала его к постели, она всегда была рядом. Напишите обо всем этом. Испопеть такую. Честную. Кому нужна моя исповедь? Может, тем, кто придет после вас. В 1930 году Николай Островский начинает работать над своим главным произведением – романом «Как закалялась сталь». В основе лежала собственная биография писателя. Работая над книгой, Островский тогда совершил настоящий многолетний подвиг. И когда 8 лет назад суровая болезнь свалила меня в постель, сковала неподвижностью, ослепила глаза, я всеми силами пытался доказать, что молодое поколение рабочего класса не сдается ни при каких условиях. Слепой, обездвиженный, он писал по линейке, чтобы строки не находили друг на друга или диктовал. Его окружали любящие и заботливые люди, помогавшие писать и переписывать роман. Конечно, все дело в характере самого Николая Островского, который с благодарностью принимал помощь и заслуживал ее. В 1934 году работа над романом «Как закалялась сталь» была завершена. И автор задумался о следующем произведении. Из письма Островского писателю и редактору Ане Александровне Караваевой. «Я обязан написать «Рожденные бури». И не просто написать, а вложить в эту книгу огонь своего сердца». Очень нежное письмо он адресовал маме за 8 дней до своей смерти. Писал о том, что завершил первый том своего последнего романа, собирался немного отдохнуть, а дальше продолжить трудиться. Писать. Но не успел. Он умер в 1936 году в возрасте 32 лет. Организм буквально съела болезнь. Лишь мозг продолжал работать до последней минуты. В 2004 году, в год столетия писателя, была учреждена премия имени Николая Островского. Ею награждают людей, преодолевших серьезные жизненные испытания. Ведь сам писатель, получивший тяжелое ранение, потерявший зрение и возможность двигаться, сумел найти в себе силы не просто существовать, а написать один из самых жизнеутверждающих романов. Территорию от Ладожского до Онежского севера и дальше до Белого моря издревле населяло многочисленное сильное племя Весь. Позднее их стали называть Вепсами. У них была своя исконная территория и свой язык. Сегодня это коренной малочисленный народ севера. По данным последней переписи населения, вепсов в России меньше 5000 человек. Олеся Алексеева расскажет о судьбе этого вымирающего народа. Вепсы – потомки знаменитого племени Весь, издревле населявшего северо-запад нашей страны. Оно упоминается в повести временных лет. Именно Весь призвали на княжение скандинавского Рюрика, давшего начало целой династии. Народ, поистине заслуживающий внимания. Народ, который сегодня практически стерся с лица земли. Издревле племена Весь селились в Ленинградской и Вологодской областях. Часть поселений есть в Финляндии, Венгрии и Эстонии. По данным переписи 2010 года, больше всего представителей этой народности проживает в республике Карелия. Более трех тысяч человек. Туда мы и отправимся на поиски древнего племени. Анна Анхимова – чистокровный вепс в восьмом поколении. Сегодня она активистка и организатор проектов по возрождению и сохранению вепской культуры. Сама родилась в Петрозаводске, но отлично помнит, как все детство проводила у бабушки в настоящей вепской деревне. Приходя в любой магазин или на любой улице, можно было услышать спокойно вепский язык. Разговаривали бабушки, жители друг с другом. Родители мне говорят, что они, для того, чтобы поступить в школу, должны были выучить русский, потому что они знали только вепский. Можно посудить о том, какая была большая среда и насколько было развито общение именно на родном вепском языке. Финны считают вепский своим праязыком. Удивительно, но несмотря на активное использование, у него не было своей письменности вплоть до 90-х годов. Сегодня этот язык под угрозой исчезновения. В советское время его официально запретили. Люди, говорящие на нем, считались предателями. Убегая от гонений, они осели в Иркутской области и даже на Сахалине. Однако и в Карелии можно найти деревни, которые по сей день населяют чистокровные вепсы. На территории республики Карелия вепсы проживают в трех поселениях. Это шокшинская, шалтозерская и рыборецкая. Вепсов можно изучить по скулам. Есть еще такая своеобразная мочка уха, которая соединяется, и можно прям по мочке уха определить, вепс или нет. Когда туристы спрашивают, они сразу же бегут и смотрят, ухо или не ухо. Так вообще, конечно, говорят, это широкий лоб, скулы. Вепская волость, именно так здесь называют сохранившиеся вепские деревни, находится где-то на юге республики Карелия. Чем дальше от Петрозаводска, тем причудливее название деревень и самобытнее постройки. Встречаются и уникальные памятники архитектуры, которые даже несмотря на свою ветхость завораживают и заставляют остановиться. Вот каменная церковь Рождества Христова в деревне Вехручей. Точнее, то, что от нее осталось. Ее возвели в 1914 году, прямо у дороги, как подарок и благословение всем путешествующим и проезжающим мимо. Мы приехали в деревню Шолтезера. И посмотрите, кто нас здесь встречает. Это не что иное, как какой-то языческий идол. А значит, мы на правильном пути. Ведь у вепсов издревле была целая система примет, заговоров и заклинаний. И даже принятое христианство прекрасно уживается с некоторыми языческими обрядами. Неизвестная скульптура, напоминающая языческий идол, стоит прямо напротив входа в старинный деревенский дом. Не иначе, как оберег для всех, кто в нем проживает. Это очень похоже на древние вепские традиции. Ну что гадать? Давайте попробуем зайти и узнать, кто здесь живет сегодня. Здравствуйте. Терфхен. Терфхен Тулда Ванхан Мелькина Пертьхе. Ого, я ничего не поняла. Вы на каком языке говорите? На вепском. Вы настоящий вепс? Да. Ура, мы его нашли. Евгений действительно коренной вепс. Правда, в этом доме он не живет, а работает. Сегодня это вепский этнографический музей, созданный внутри некогда жилого дома, построенного еще в 19 веке. Раньше здесь жила зажиточная вепская семья Мелькиных. Они обеспечивали не только себя, но и практически все мужское трудоспособное население в округе, отправляя тех на работы в большие города. Так как мужчины надолго уезжали, практически все пространство в вепском доме было обустроено под нужды хозяйки. Уголок новорожденного был в самом отдаленном месте. Малыша старались как можно дольше скрывать от посторонних глаз. Люлька, когда она подвешена в рабочем состоянии, если ребеночка там нет, она обязательно внутри содержит вот такую куклу. Кукла без лица для многих венографов – это общий оберег. То есть у нее нет своего лица, нет своих каких-то желаний. Она не отвлекается, она занимается чисто процессом охраны этого места. Но настоящей колдовской силой у вепсов обладали все же мужчины. Не все. Избранный становился пастухом. Его называли Нойдом. Он заключал сделку с хозяином леса. Лешим, Мецине на нашем языке. Колдуну за его великие вот эти силы многое запрещалось. Ему нельзя было брать что-то из природы. Заниматься рыбалкой, собирать грибы, ягоды, охотиться, заготовлять дрова. Всего этого он лишался взамен на колдовские силы. Но великие, на самом деле, дела творил. Он мог заказывать погоду любую на свое усмотрение. Он мог пропавшего в лесу человека выкупить у лешего. Кровотечение сильное остановить, змеиный, когда укус, яд выпустить из раны. Только вот специальными словами действовать. Рассказ Евгения временами напоминает русскую народную сказку. Точнее, вепскую. Даже не верится, что все это – реальные истории. И когда-то люди жили подобными верованиями. Музей, в котором мы сейчас находимся, был создан около 50 лет назад местным жителем – Рюриком Петровичем Лониным. Односельчане считали его чудаком, который захламляет дом старой, никому не нужной утварью. Это потом он выпросил под свои экспонаты две комнатки в местной библиотеке. И уже спустя десятилетия эта коллекция заслужила целый помещичий дом. Удивительно то, что этот человек не был историком или археологом. Обычный газосварщик с необычным именем. Самого Рюриком мы, к сожалению, в живых уже не застали. Зато нам посчастливилось пообщаться с его сыном Виктором Рюриковичем Лониным. Дедушка, значит, где-то нашел какую-то книгу историческую и прочитал про этого князя Рюрика, который пришел со Скандинавии со своими братьями. Ему это имя очень понравилось. И когда он приехал в деревню, как раз и родился мой отец. И решили назвать его Рюриком в честь этого князя. Мы искали несколько незначительных деревень с маленьким вымирающим народом. А нашли бездонную вселенную, где каждый человек на вес золота. И не только потому, что их остались единицы. Созидательность этого народа поражает. И Виктор, и Евгений – молодые образованные люди. Закончив вузы в больших городах, они вернулись в свои родные бепские деревни. Глядя на них, понимаешь – не важно, где жить, важно, как. На этом все. В новом выпуске будут новые истории. А в завершении – великие мысли великих людей. Каждый может преодолеть свои обстоятельства и добиться успеха, если он предан своему делу и увлечен им. Нельсон Мандела Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова